В первой двадцатке Ненецкий округ повысил позицию в рейтинге регионов по эффективности работы региональных органов власти. Здесь баланс сохраняется. Традиционно в начале года расходы окружного бюджета превышают доходы. Переход на российский рубль. Нефтяные компании снижают зависимость от валютных рисков. Здравствуйте с главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Ненецкий округ поднялся в рейтинге регионов по эффективности работы региональных органов власти в 2016 году. По итогам рейтинга, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций и Лаборатории региональных политических исследований Высшая школа экономики, Ненецкий автономный округ оказался на 17 месте. При этом позитивную динамику эффективности управления регионом демонстрирует с 2014 года. В 2013 году округ занимал в рейтинге среди всех субъектов России только 54-ю строчку. И за два года поднялся на 37 позиций. Как считает депутат Государственной Думы России Сергей Коткин, полученный результат отражает умение органов власти НАУ сосредоточиться в трудное время на главном, брать на себя ответственность за происходящее в обществе и, если потребуется, иногда принимать в том числе и непопулярные решения. Место округа в рейтинге эффективности управления регионов – это отражение командной работы органов власти Ненецкого округа, которое закладывает фундамент будущего экономического роста Ненецкого автономного округа, говорит парламентарий. Сергей Коткин напомнил, что при составлении рейтинга эксперты оценивали регион по трем блокам – политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому. Наиболее высокую оценку получила социальная сфера НАУ. Тут округ оказался на шестом месте среди 85 субъектов федерации. В финансово-экономическом блоке округ расположился на 16 месте среди всех российских регионов и на втором – среди заполярных субъектов, пропустив вперед Ямал. Результаты исследований показывают, что меры, принятые в регионе в 2014 и 2015 годах, были своевременными и достаточно эффективными. При потере третьей части доходов окружного бюджета, сохранении экономической и социальной стабильности – задача непростая, но органы власти с ней справляются и прилагают все усилия для улучшения социального самочувствия жителей округа, прокомментировал результаты исследований депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. В бюджете Ненецкого округа по-прежнему сохраняется дисбаланс расходов и доходов. На минувшую неделю в казну региона поступило 54 миллиона рублей, из которых 50 миллионов – это налог на доходы физических лиц. Израсходовано порядка 120 миллионов рублей. Об этом доложила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко на еженедельном оперативном совещании при губернаторе округа. В структуре расходов округа за минувшую неделю одну треть – 42 миллиона рублей составляют расходы на образование, культуру и спорт – 9 миллионов рублей затраты на сферу здравоохранения. Мы начали оплачивать задолженность по социальным выплатам. 35 миллионов первые пошли. В этом году мы также продолжаем оказывать поддержку формой субсидии юридическим лицам. Первая сумма – 3 миллиона 300 – это в основном возмещение затрат, возникающих при производстве хлеба и доставка продовольственных товаров в сельские населенные пункты. Возвращаясь к социальным выплатам, стоит ещё раз отметить, что из-за сокращения доходов бюджета срок выплат был перенесён на месяц, следующий – за отчётным периодом. Дата и выплат было установлено 20 число каждого месяца. В традиционном начале года ситуация с доходами сложнее, чем обычно, поэтому сегодня в регионе сформировалась задолженность по соцвыплатам. Что касается января, выплаты производились, как сказал Татьяна Павловна, уже 20-23 числа. Выплачены на сегодняшний момент пособия на детей, компенсационные выплаты пенсионерам 2,708, 3,100, труженикам ТЭО, дети войны. Выплачены проценты по ипотечным кредитам, субсидия по жилищно-коммунальным услугам и другие. До конца месяца планируем погасить задолженность за предыдущий год и оставшиеся выплаты. Как пояснил советник губернатора Сергей Сверидов, соцподдержку за январь жители будут получать до 20 февраля. Глава региона, в свою очередь, отметил, что сдвигов на день-два быть не должно. Если мы должны меры соцподдержки до 20 числа оплачивать, мы должны их оплачивать до 20 числа. Понятно, январь месяц тяжелый, половина месяца вылетает на все эти праздничные выходные дни, доходов нет. Тем не менее, начиная с февраля, мы на день не должны задержать никакие выплаты. Да, у нас есть одна проблемная ситуация, связанная с тем, что в бюджете на сегодняшний день не предусмотрено порядка 600 миллионов рублей. Но будем смотреть, как эту проблему решать. Есть определенные договоренности с оператором Харегинского месторождения, постоянно на связи с руководителями нефтяных структур. Поэтому в начале февраля необходимые платежи у нас будут. Поправки в бюджет текущего года внесут на февральской сессии. О каких суммах идет речь, пока не уточняется. Ранее Татьяна Лагвиненко поясняла, что объем поступлений будет зависеть от курса и цены на нефть. Напомню, бюджет 2017 и последующих годов верстали, исходя из цены нефти марки «Юрлс» в пределах 40 долларов за баррель. С начала года цена на нефть не опускалась ниже отметки в 53 доллара за баррель. Игорь Кошин встретился с руководителем «Зарубежнефти» Сергеем Кудряшовым. Стороны обсудили проекты, которые компания реализует на территории округа. Особое внимание руководителя уделили снижению затрат Харегинского СРП и повышению его производительности. Одной из главных задач, которую государственная нефтяная компания «Зарубежнефть» ставит себе в текущем году, является снижение зависимости от валютных рисков. Именно поэтому «Зарубежнефть» переводит все расчеты по контрактам с подрядчиками в отечественную валюту – российский рубль. Еще одно направление развития – повышение производительности. Речь об использовании современных технологий нефтедобычи, позволяющих увеличить объемы извлекаемых углеводородов на имеющихся месторождениях. После того, как компания перешла функция оператора Харьягинского СРП, наше взаимодействие только усилилось, отмечает глава Нинецкого округа. Сергей Иванович – опытный руководитель, который очень четко понимает, что помимо экономической, проект выполняет и социальную функцию, формируя до трети бюджета округа. Поэтому каждое решение по Харьяге принимаем взвешенно, учитывая интересы сторон. «Зарубежнефть» в свою очередь ответственно подходит к выполнению своих обязательств и ведет активные работы по повышению эффективности проекта. По результатам 2016 года дополнительные поступления в бюджет НАУ уже составили около 1 млрд рублей относительно плана, утвержденного участниками проекта на 2016 год. Добыча нефти на территории региона увеличилась. По итогам 2016 года добыча нефти в Нинецком округе увеличилась на 7,4%. Недропользователи планируют наращивать добычу углеводородов. Для семей с трудным положением условия особые. Льготные категории детей продолжают получать бесплатное питание в школах и занятия дополнительного образования. Добыча нефти в Нинецком округе по итогам 2016 года увеличилась на 7,4%. Недропользователи Нинецкого округа в минувшем году добыли 15,7 млн тонн нефти. Это на 1 млн тонн больше показателя 2015 года. Таким образом, годовой план нефтяников выполнен на чуть более 96%. По информации отдела недропользования Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ, накопленная добыча нефти на территории Нинецкого округа с начала разработки составляет более 233 млн тонн. Основной объем добычи нефти в 2016 году обеспечили Лукоил Коми, Русъед Петра, Роснефть Северная нефть, Башнефть Полюс, а также оператор Харьягинского СРП, компания «Зарубежнефть» добыча Харьяга. В 2016 году продолжила расти и добыча на шельфе Печорского моря. На приразломном месторождении добыто более 2 млн тонн нефти. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2015. Всего на территории России в 2016 году добыто 547,5 млн тонн нефти. Основной объем традиционно обеспечивает Ханты-Мансийский автономный округ. Доля Нинецкого округа в структуре добычи – 2,74%. В наступившем году недропользователи планируют добыть на территории региона 16 млн тонн нефти, что на 314 тысяч тонн больше фактической добычи в 2016 году. Такие планы связаны с наращиванием добычи на месторождениях имени Трепса и Титова, Лобоганского месторождения, а также за счет ввода в разработку наульского месторождения. Оленеводческие хозяйства округа выполнили план по убою на 90%. В Нинецком округе завершается кампания по убою северных оленей. На сегодняшний день оленеводы региона направили на убой 33,5 тысячи голов оленей и произвели тем самым более 1 тысячи тонн мяса, что составляет около 90% от плана. По сообщению специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, убойную кампанию продолжают в СПК «Рассвет севера» и оленевод участники. Средний вес туши оленя по региону составляет 32 кг. Большая часть сырья уже вывезена в Наринмар для промышленной переработки. С отдаленных поселений на востоке округа доставка осуществляется по зимней автодороге. На сегодняшний день, по информации акционерного общества «Мясопродукты», с нового убоя на предприятие поступило 507 тонн оленины. Всего же запланированный объем закупки составляет 860 тонн. Компания по убою северных оленей начинается в Нинецком округе в октябре и длится до февраля. На убой направляется более 25% поголовья. Свершие 70% сырья вывозится в Наринмар для последующей промышленной переработки. Остальная продукция реализовывается прочим потребителям округа и соседних регионов. Питание в школах, а также занятия в кружках и секциях для окружных детей с этого года стало платным. Но не для всех. Дети, в семьях которых доход не превышает одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, будут питаться бесплатно. Также им не придется оплачивать занятия в секциях «Лидера», «Норда» и «Старта». Напомню, размер прожиточного минимума в округе составляет 19 460 рублей. Таким образом, если доход семьи из трех человек не превышает 58 тысяч, такая семья может рассчитывать на особые условия. Для этого необходимо предоставить соответствующую справку. Для ее получения потребуются следующие документы. Паспорт, свидетельство о рождении детей, в том числе для детей старше 14 лет. Необходимо предоставить и справки о доходах всех членов семьи за 12 месяцев. Для неработающих граждан трудовая книжка, для предпринимателей декларация. Выплаты из Пенсфонда, отделения соцзащиты и центра занятости предоставлять не нужно. Также необходимо написать заявление. Все эти документы можно подать ежедневно через МФЦ или в отделение соцзащиты населения в часы приема, которые вы видите на экране. Готовые справки отделения соцзащиты населения направят непосредственно в школу или в спортивный центр. Если справка для школы была сделана ранее, документы повторно собирать не надо. Понадобится только заявление. О чем должны позаботиться туристы, отправляясь в путешествие или поход за пределы Наринмара? Продумать маршрут, приготовить необходимое снаряжение и запастись продуктами питания. Необходимо также заранее проинформировать МЧС России по Ненецкому округу о маршруте своего следования. Желательно не позднее, чем за две недели до выхода на туристический маршрут. Такая практика действует на всей территории России. Зарегистрировать свою группу можно при личном визите в Главное управление МЧС России по Ненецкому округу, а также позвонив по телефону 499-99. Помимо информации о путешественниках, необходимо назвать день старта и окончания похода, описать маршрут движения и предполагаемое время их прохождения. Также путешественники договариваются о том, будут ли они держать связь со спасателями постоянно на протяжении всего похода или только для того, чтобы сообщить об успешном возвращении группы в город. Сразу по возвращении из похода или путешествия необходимо в обязательном порядке уведомить об этом подразделение МЧС, в котором регистрировались для снятия туристов с контроля. В ином случае будут объявлены поисковые мероприятия. Печоры непредсказуемо, и некоторые участки реки таят в себе опасность. Это подтвердили недавние случаи, произошедшие на водоеме. Вода, вышедшая из-подо льда, стала ловушкой сразу для нескольких снегоходов. Им на помощь выехали спасатели окружной поисково-спасательной службы. Слузы образуются там, где мелкое или есть большое подводное течение. В таких коварных мест на Печоре немало. Многие о них знают, и все же стать заложниками воды, вышедшей из-подо льда, может каждый. Произошло две чрезвычайные ситуации на реке Печора. Это район села Тервиска, в пяти километрах четыре человека на снегоходах попали в Слуз. И район тоже река Печора, район Климов-Шар. Два человека попали на двух снегоходах в Слуз. В обоих случаях выехала группа спасателей на снегоходах, на снегоходной технике. Люди были эвакуированы в город. Оба случая произошли ночью. Благодаря оперативному реагированию спасателей, водители и пассажиры снегоходов были доставлены в город. Медицинская помощь им не потребовалась. В таких случаях хочу сказать, что не надо пытаться достать технику своими силами, потому что люди обычно намыкают, если на улице минус, то человек пока работает, еще не чувствует, потом дальше начинает человек замерзать, идет переохлаждение, ну и потом идет счет на минуту. Лучше сразу позвонить по единому телефону 112, диспетчер примет вызов, обработает и направит группу спасателей на место. Для спасения людей у окружной поисково-спасательной службы есть все необходимое – снегоболотоходы, треколы, снегоходы и другая техника. На каком виде транспорта спасатели отправятся на вызов, будет зависеть от ситуации. Так, например, если люди находятся в состоянии переохлаждения, то на помощь к ним придут на треколах, поскольку в теплой кабине можно будет обогреть пострадавших. Очень много звонков ложных поступает, в том числе и детская шалость. Также поступают звонки в очень большом количестве. Это люди просят соединиться в скорой помощи. Скорая помощь, полиция, в случае ДТП звонят нам. По словам оперативного дежурного Бориса Елесина, очень много звонков от граждан поступает, в том числе и по проблемам ЖКХ. Например, если где-то прорвало трубу или произошла авария на водопроводных, газовых или электросетях. Даже о работе зимника люди узнают по номеру 112. Что касается звонков о несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях, то этот месяц, по словам оперативного дежурного, можно назвать относительно спокойным. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Выдающийся образец военно-инженерного искусства. Телеканал «Север» продолжает серию репортажей из Севастополя. Новый сюжет посвящен музею подводных лодок. После строительства этого секретного объекта, город Балаклава, который территориально относится к Севастополю, получил статус закрытого города. Ведь никто не должен был знать, где именно советские подводные лодки проходят ремонт и где в случае ядерной атаки можно будет укрыть не только технику и орудия, но и людей. Сейчас на месте ремонтного объекта подводных лодок работает музей. Уникальные фортификационные сооружения, построенные в сжатые сроки в сложнейших подземных условиях, являют собой выдающийся образец военно-инженерного искусства. Для туристов он интересен не только экспонатами. Многочисленные посетители приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть секретный военный объект времен Холодной войны. В одной из центральных достопримечательностей Балаклавы побывал и наш корреспондент Мария Владимирова. Военно-исторический музей фортификационных сооружений «Балаклавский подземный музейный комплекс по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта» посвящен периоду Холодной войны. Некогда совершенно секретный объект строили почти 10 лет, до 1963 года. С севера на юг его пронизывает подземный морской канал длиной 608 метров. Его глубина составляет 8 метров. Подводные лодки заходили сюда регулярно, например, на ремонт. Его проводили в сухом доке. Глубина в нём такая же, как и в канале – 8 метров, а длина – 100. Заходили лодки со стороны Балаклавской бухты. Слева вдоль дока стояли специальные устройства. На них были намотаны так называемые швартовые тросы-канаты. Вот когда с той стороны в док вводилась подводная лодка, то вот эти вот устройства, а ими управляли рабочие доковой командой, вот эти тросы присоединяли к корпусу лодки, и лодку на этих швартовых концах правильно устанавливали в доке. После установки заграждение на входе закрывали, а потом под этой вот площадкой, которую ещё называют «притоковая», на нулевом этаже начинала действовать насосная станция. В течение где-то трёх часов насосы откачивали доки в воду. Лодки опускались на нижний уровень, и начинался ремонт. Обслуживались здесь только малые и средние подлодки. А это бывший арсенал. Он считался самой секретной частью комплекса и назывался «Объект-820», где проводились работы с атомными боеголовками. Макет одной из них в натуральную величину представлен среди многочисленных экспонатов музея. Многие из них собраны в экспозиции «Подводные силы Черноморского флота СССР» 1944-1994 годов. В этом музее собраны поистине уникальные экспонаты. Один из них – вот этот, казалось бы, на первый взгляд кусок железа. На самом деле это фрагмент корпуса подводной лодки-мишени Черноморского флота. Туристический маршрут протяжённостью один километр проходит по подземным лабиринтам горы Таврос. Строили комплекс метростроевцы с помощью взрывных работ. Внутри стен для большей прочности залит бетон. Местами его толщина доходит до трёх метров. Комплекс смог выдержать прямое попадание ядерной бомбы мощностью до 100 килотонн. Это в четыре раза больше бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Огромные стальные двери весом 10 тонн, также заполненные бетоном, могли защитить от радиации. Двери открывались и закрывались за три минуты с помощью приводов. Этот комплекс служил защитой от ядерного оружия, людей, военной техники и боеприпасов. Справа от вас на стене надпись в убежище и стрелка-указатель. Со времён работы комплекса всё это сохранилось. Стрелка-указатель показывает, что убежище, то есть укрытие для людей подводных лодок в случае ядерной опасности, было бы на территории ремонтного объекта. Вход на объект вот за этим поворотом. А теперь взгляните, какой поворот. Он закруглённый. Вот такое большое закругление помогло бы окончательно остановить, погасить ударную волну. Над комплексом до 130 метров скального грунта. Летом температура воздуха в подземном комплексе всего плюс 16. Зимой температура приближена к минусовой. Поэтому, отправляясь туда, стоит взять тёплую одежду. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север» Севастополь. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...